Всем привет! В этот раз мы отдыхаем в Египте, и вас ждет огромный обзор на весь отель во всех подробностях без воды и лишней информации. Только самое главное, в отеле мы прожили две недели, за обзор не заносили, о нем никто не в курсе, расскажем все как есть, и каждый может переместиться сразу на интересующую его тему. А сейчас меньше слов, погнали! Отель Алибаба, 4 звезды, расположен в Хургаде в Египте. От аэропорта ехать минут 10-15, до центра города минут 20, но отель расположен выгодно рядом с большим торговым центром Сензэмол, о котором мы расскажем в конце видео, а также где можно выгодно закупиться и чем. А сейчас мы плавно переходим к отелю. Отель большой и состоит из центрального здания, где расположены лобби, рестораны, различные развлечения и корпусы с номерами. На прилегающей территории есть разные маленькие магазинчики, теннисный корт, тренажерный зал, ночной клуб, бары, рестораны, аквапарк и госпиталь. Войдя в отель, вы попадаете в большое лобби. Слева ресепшн, далее коридор с санузлами и с информационными досками туроператоров и диванчики с креслами. По левую сторону будут специалисты по работе с гостями, боулинг, бильярд и катание на коньках. В центре расположен и лобби-бар, окруженный большим количеством столиков со стульями. Рядом с ним кулер с водой, можно взять кофе из кофемашины, различный пакетированный чай, что-то вроде фруктового льда, холодные напитки, кола, спрайт, фантас, содовая, холодный чай, порошковые соки. Здесь же подают алкогольные напитки, пиво, вино, ликер. Бар работает с 9 до полперва ночи. Напротив лобби-бара делают коктейли и смузи за дополнительную плату. С этой же стороны а-ля карт ресторан Сезам и выход к бассейну и сцене, где каждый день вечером идет представление. По другую сторону лобби располагаются рестораны, где гости завтракают, обедают и ужинают. Рядом со входом есть магазины с сувенирами и сотовой связью, ювелирными украшениями и маслами. Тут же можно найти банкомат, где можно обменять валюту на местные деньги. В конце видео покажу, как это сделать и еще расскажу про полезные моменты, которые пригодятся вам в Египте по приезду. Переходим в номера. Номер стандарт. Вход через карточку, которую вы вставляете в специальное гнездо, после чего появляется электричество в номере. У нас две кровати, между которыми тумбочка и светильники. На тумбочке телефон. А также расположены кнопки управления светом и кондиционером. В ней также есть ящики. Кондиционер расположен над входной аркой. Удобно, не дует на кровати. Напротив есть комод с множеством ящиков. Пуфик. Большое зеркало со светильниками и телевизор с пультом. В углу стоит диван. Есть выход на балкон со столиком и двумя стульями. Комната просторная, квадратов 30. У входа есть уголок с набором для чая и кофе. И чайник с двумя стаканами. Внизу небольшой холодильник, который работает даже если вытащишь карточку из гнезда с электричеством. Внутри было 4 бутылки воды по 0,6 литра на двоих. И каждый день их пополняют. В том числе чай, кофе и сахар. У входа есть шкаф, в котором есть бесплатный сейф и теплые одеяла. Много дополнительных полок для вещей. С другой стороны есть вешалки для одежды и место для того, чтобы убрать чемоданы. Ванная комната. Есть туалет. Кладу два рулона туалетной бумаги. Пополняют каждый день. Розетка с феном, большое зеркало, раковина, два стакана. Жидкое мыло. Под раковиной мусорка. С правой стороны ванна и душ за навеской. Вода горячая и холодная, без перебоев. Есть два полотенца, а также напольное полотенце. Номер Deluxe открывается также карточкой, которая вставляется в гнездо для подключения электричества. Дизайн здесь помажорнее и новее. Выглядит более дорого и уютнее. Справа большая кровать, по краям две тумбочки и две лампочки для чтения в ночное время. Рядом расположены кнопки контроля света и кондиционера. На одной из тумбочек телефон. Кондиционер расположен над входным проемом, что также удобно, так как он не дует, когда вы лежите на кровати. Есть телевизор с пультом, огромное зеркало, комод с множеством ящиков, стул. Напротив углу диванчик со столиком и подушками. Есть выход на балкон, где расположен столик и два стула. В номере есть уголок с набором для чая и кофе и чайник с двумя кружками. Внизу небольшой холодильник, который работает даже если вытащишь карточку из гнезда с электричеством. Внутри 4 бутылки воды, по 0,6 литра на двоих и каждый день их пополняет в том числе чай и кофе и сахар. У входа шкаф, в котором есть бесплатный сейф. Много дополнительных полок для вещей. С другой стороны есть вешалки для одежды и место для того, чтобы убрать чемоданы. Также есть теплые одеяла. Ванная комната. Есть туалет, мусорка, туалетная бумага, два рулона. Пополняют каждый день. Рядом телефон, розетка с пеном, большое зеркало и маленькое косметическое зеркало. Раковина, два стакана. Жидкое мыло. Прозрачная перегородка выполняет роль занавески и отгораживает душевую кабину. Есть два полотенца для тела, полотенца для лица и напольное полотенце. Вода горячая и холодная без перебоев. Шампунь. Есть дополнительная шторка, которая закрывает стекло между комнатой и ванной. Также из дополнительного есть два очень удобных халата. Переходим в рестораны. Их тут много. Основные находятся в основном здании. Это интернациональный, итальянский и восточный. В них вы питаетесь по системе «все включено» — шведский стол. И еще есть несколько баров и ресторанов, которые мы рассмотрим чуть позже. Весь ассортимент продуктов и блюд похож во всех трех ресторанах. Разница в интерьере и специальных блюдах. Так выглядит интернациональный ресторан. В основном в нем жарят мясо в разных приправах, делают беляши, шашлычки и пасту. А так выглядит итальянский. И по мне он самый уютный и красивый. Здесь всегда есть пицца и паста. Ресторан восточной кухни также неплох, но по интерьеру уступает итальянскому. Зато здесь меньше народу. Специальные блюда восточного — отличные лепешки из печи, а также лепешки с сырной начинкой на ужин. Ресторан соединен с итальянским, и вы можете перемещаться между ними, брав любые блюда без каких-либо проблем. Если пойдете в интернациональный с тарелкой еды, то могут развернуть обратно, а здесь без каких-либо проблем. Переходим к завтраку в интернациональном ресторане с 7 до 10 утра. Горчичный соус, яйца, фасоль, рис, картофельное пюре, ячмень, несколько видов сухих завтраков и горячее молоко. Разного вкуса джемы, фрукты и варенье, желе и пудинги с разными вкусами. Несколько видов сыров и колбас, копченая рыба, консервированные продукты, оливки, маслины, помидоры и другие. Более подробно смотрите наше видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Картофель, оладьи, блинчики, рыбка, колбасные нарезки, сыры, свежие овощи и другие нарезки. Более подробно смотрите видео с проходкой по этому ресторану во время завтрака. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше завтрак в восточном ресторане. Также с 7 до 10 утра. Смотрите сразу на видео. Субтитры создавал DimaTorzok Как видно, все они не особо различаются, возможно всего парой блюд. Переходим к обеду. Федосалаты, закуски, травы, свежие овощи. Всегда два разных супа. В общем, все на видео. Субтитры создавал DimaTorzok В итальянском ресторане обед с 12.30 до 14.00. Как и говорил ранее, отличия небольшие, поэтому оставлю вас наедине с нашим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восточный с 12.30 до 14.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Переходим к ужину. Интернациональный с 18.00 до 21.00. Блюда не сильно отличаются от обеденных, просто немного сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итальянский с 18.00 до 20.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восточный с 18.00 до 20.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По некоторым дням дают морепродукты Еда каждый день разная, в принципе, хватает разнообразить ваш выбор Мясоеды и вегетарианцы будут довольны Смотрите наши композиции на тарелках, прежде чем мы рассмотрим следующие рестораны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ресторан а-ля карт сезам Ресторан азиатской кухни, предлагающий суши и китайское индийское меню ежедневно с 3 дня до 11 вечера Первый поход в этот ресторан можно сделать бесплатно Поэтому не ленитесь и запишитесь Не прогадайте! Ресторан хороший! Посидите, поедите горячие и обычные роллы Или закажете какое-либо другое блюдо из меню Для всех гостей Али Бабы в меню помечены бесплатные блюда, которые можно заказать бесплатно Остальное меню и напитки платные Также есть уголок с шведским столом, где можно взять суп, различные свежие овощи и сладости Есть снэк-бар у бассейна Утренние закуски с 10 до 12 Обеденные закуски с 12.30 до 16.00 Хот-доги, шаурма, картофель фри, салат-бар Также с 14.00 до 16.00 можно взять домашнее мороженое С 16.00 до 17.00 раздают пончики Можно остаться поужинать в этом ресторане Как правило, будет барбекю и шведский стол с ограниченным количеством блюд Фрукты и сладости В основных ресторанах гораздо больше еды Но здесь хватает Будете ужинать на природе под открытым небом В период, когда отель заполнен полностью На ужин нужно записываться У нас вход был свободный Места всегда были Субтитры создавал DimaTorzok Есть еще пляжный бар-ресторан С 9.00 утра можно взять напитки А с 12.30 до 16.00 пиццу, пасту, хот-доги, гамбургеры, картофель фри, свежие овощи Хорошая альтернатива, если не хочется уходить с пляжа или идти в основные рестораны на обед В 10.30 запишитесь и в этот пляжный бар-ресторан Он бесплатный для гостей Тот, кто записывает в ресторан, не договаривает информацию Какой-то хитрый и недовольный ворчун Из него клещами не вытащишь информацию Что, например, есть два варианта посещения ресторана Это рыбный ужин и ночь бедуинов с представлением В общем, вы спросите, какая сегодня программа Он скажет, и уже потом сможете записаться Или наоборот, прийти уже в другой день на другой ужин с другой программой В ресторане на ночь бедуинов будет мясо, кебабы, также есть суп и салат-бар На островке можно взять различные гарниры, есть фрукты и сладости Субтитры сделал DimaTorzok Шоу показывают местные танцоры Выглядит забавно Посидеть можно Рекомендую Рекомендую Можно пользоваться тремя пляжами отелей Али Баба, Аладдин и Жасмин У каждого есть свои плюсы и минусы До пляжа можно добраться на маленьком паровозике Но ездит не часто Начнем с пляжа Али Баба Следуя по центральной аллее Пройдя через ресторан на пляже Вы попадаете на пляж Али Бабы Пройдя левее, можно попасть на пляж Аладдин А дальше на Жасмин Лежаки с зонтиками, переодевалки, душевые и туалет Обмен пляжных полотенец есть на всех пляжах Можно с любого пляжа взять в ближайшем баре любой напиток, независимо из какого вы отеля Единственное отличие на пляже у Жасмины есть юрты из пальмовых листьев Лежаки у них полностью в тени, независимо от расположения солнца Пляж Али Бабы не самый популярный пляж Так как заход в море каменистый Именно лежат камни разной формы Не гладкая галька, а реальные камни Нужно заходить в тапках или через пирс Поэтому мы плавно переходим к пляжу Аладдин Рядом с которым находится стоянка яхт Пляж песчаный Заход в море каменистый Присутствуют пирсы с лесенками Где вы можете спуститься на песочек и поплавать Заход примерно по пояс в воду Если смотреть на море Рядом с левым пирсом С правой стороны можно зайти в море по песочку Заход плавный и можно босиком Никаких камней там нет Полностью безопасно Что нужно знать плавая на этом пляже Рядом с пирсами, где все входят в воду В принципе безопасно ходить босиком Но если вы зайдете дальше в глубину То можно уколоться об ежика или морскую звезду Я укололся Ничего страшного не произошло Но неприятно и в дальнейшем плаваешь более настороженно Или в коралловых тапочках Море чистенькое Здесь отлично можно поплавать с маской и трубкой А также посмотреть для себя дно Где можно ходить А где начинается опасная зона Мы всегда плавали без тапок Просто запомнили, где примерно начинается опасность Рядом с правым пирсом Более длинным пирсу пляжа Али-Бабы Есть небольшие рифы Рыбок там достаточно Понаблюдать за ними очень интересно Кроме этого, если отплыть от этого пирса к буйкам Примерно между левым и правым пирсом Но ближе к правому Будет небольшой островок кораллов Он реально крутой И там много живности Но будьте аккуратны Не наглейте И смотрите на что наступаете через маску Мы встретили рыб-хирургов Достаточно больших по размеру Видели два раза ската Рыбу-иглу Очень длинную Мурену Рыбу-камень В Красном море эти жители считаются опасными А остальные рыбки вроде не представляют угрозы человеку Риф крутой И все экзотические рыбки находились там в раннее утро Но и во второй половине дня живности там тоже полно Следующий пляж Жасмин Этот пляж более безопасный Дно полностью песчаное Пологое До глубины идти долго С детьми здесь плавать безопасно Поэтому большинство предпочитает ходить именно на него Водичка чистенькая Обязательно берите с собой маску Чтобы посмотреть на затонувший корабль Или кто-то говорит, что это самолет Море превратило его в искусственный риф Теперь он потихоньку обрастает И в нем живет разная живность Здесь мы встретили зубастую рыбу Которая похожа на рыбу-попугая Около берега плавают красивые голубые рыбки И рыбы-мечики В общем, очень круто Это стоит того, чтобы потратить время И посмотреть хотя бы раз Снорклинг Это плавание в маске с трубкой Здесь очень хороший И очень разнообразит вам отдых Во-первых, это безопасно и доступно Всегда под рукой А для детей целое приключение Главное взять каждому члену семьи По маске с трубкой И вместе провести время Разглядывая подводных обитателей Территория отеля Территория отеля очень большая Как дополнение вы еще можете пользоваться Территорией других отелей Аладдина и Жасмина Так как воделец у них один На территории Али Бабы Есть большой протяженный бассейн С баром в центре Также в разных местах Расставлены кулеры с водой и соками Есть будка с выдачей полотенец Первый день вам дают карточку На получение полотенца Когда вы накупались То сдаете его обратно И получаете снова карточку Так можно неограниченное количество раз Менять полотенца Хоть каждый день Но при выезде из отеля Карточку нужно сдать обратно На территории также есть Детская площадка с теннисным столом Со стороны въезда в отель Два теннисных корта Вечером начинает работать Кальянная и ночной клуб Ночной клуб расположен В основном здании И его совершенно не слышно В жилой части отеля По пути к пляжу Аладдина Есть верблюд Можно покататься И пофотографироваться Обратите внимание Что на территории Жасмина Есть маленький зоопарк С обезьянками Это все делается Для развлечения Мне это абсолютно не нравится Животные должны жить В дикой природе Но чтобы получить очередную звезду И заманить туристов Владельцы вынуждены Покупать животных И держать в клетках Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин По итогу территория очень большая И это огромный плюс Потому что просто погулять по Египту Как например в той же Турции У вас не получится Во-первых, очень жарко И можно реально быстро получить Солнечный или тепловой удар Во-вторых, это опасно Всюду приставучие местные жители Таксисты, которые постоянно обманывают людей А территория отеля огорожена забором И охраняется со всех сторон Поэтому вы можете гулять И наслаждаться погодой Как утром, так и вечером Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Переходим к развлечениям Есть платные и бесплатные Боулинг, бильярд и катание на коньках Эти развлечения платные Но парочку мы получили бесплатные Из-за того, что нас поселили вначале Не в делюкс номер, как был оплачен А в стандарт на два дня И как бонус от отеля Два развлечения на выбор Можно было выбрать фрукты в номер Поход в ресторан на пирсе Бутылку вина или боулинг И катание на коньках Мы выбрали последнее Боулинг стоит 2 доллара на игру Дается одна дорожка Вы забиваете свои имена И следите за табло Боулинг читерский Читерство заключается в том Что когда мяч должен По идее попасть в боковую колею При плохом ударе И не сбить ни одной кегли Его спасает заборчик И отталкивает его Как при игре в бильярд Поэтому вы в любом случае Собьете хоть одну кеглю Этот вариант подойдет скорее всего Когда вы играете с маленькими детьми Они не так расстроятся Если совсем плохо играют Но тем не менее Это достаточно весело Хоть и не совсем по правилам Катание на коньках Было весьма интересно узнать Об этом в жаркой стране Коньки дают для льда Но кататься вы будете По какому-то специальному То ли восковому То ли парафиновому покрытию В принципе кататься можно Хотя оно не такое скользкое Как обычный лед Коньки дают хоккейные Незаточенные Полукожаные Полупластиковые В кожаных коньках Мне очень неудобно кататься У меня проваливаются стопы И я не могу Ездить и разгоняться Как положено Как например В полностью пластиковых В общем Покататься можно Но гораздо сложнее И менее веселее Скорость не так сильно развивается И немножко конечно Коньки тормозят вас Развлечение длится 30 минут В принципе неплохо Из развлечений Каждый вечер на сцене Проходит различная анимация И по некоторым дням Водные представления И вечеринка в бассейне Или на пляже допоздна В отеле есть Аквапарк Посещение для гостей Отеля Алибаба Бесплатно Расположен недалеко От главной сцены Через арку С надписью Аквапарк Работает с 10 До 12.30 И с 13.30 До 16.00 В принципе он неплохой Есть детские развлечения Горки для маленьких деток И 6 горок для взрослых И детей старше 10 лет На территории есть лежаки Под тентом Бассейн Свой бар Где можно взять бесплатные напитки И санузел Переходим к горкам 4 горки у нас идут с плюшками Одинарными и двойными Одна горка на коврике И одна горка на большой плюшке От 3 до 6 человек Как работает эта система Вы не можете взять плюшку И кататься целый день Здесь это не работает Покатались один раз Передали другому И так по кругу С европейцами все четко Арабы постоянно что-то мутят Перекидываются между собой Их дети постоянно встревают Вне очереди Контролят ситуацию Смотрящей рядом с горкой Если он смотрит То все отлично Очередь продвигается Если он отвернулся То плюшку могут не отдать Или передать своим В этом случае Лучше его окрикнуть И тогда он сразу свистнет И вам передадут плюшку Было даже так Что он отнимал У тех Кто вставал вне очереди И лично в руки Передавал вам Что очень честно По отношениям к другим Прокатились Передали другому И в очередь Первое Не особо опасное В простонародье Туалет Получает 5 из 10 седых волос Субтитры сделал DimaTorzok Вторая Одна из самых будоражащих Не знаю почему Но нас подбрасывало Чуть ли не до самого верха Горка получает 10 из 10 седых волос Особенно будьте внимательны Если едете вдвоем Первый участник Прижимай ноги Когда полетишь вниз Можно задеть бортик Мы не задели Но пролетели в миллиметре А через несколько дней Когда мы во второй раз Посетили аквапарк Запускающий говорил Немного скрещивать ноги Лучше подстраховаться Весь кайф Получит только впереди сидящий Второй ровно в половину Третья горка Труба Очень спокойная Внутри ничего не видно То влево То вправо И выбрасывает в бассейн Три седых волоска из 10 Четвертая горка Матрасная Здесь плюс в том Что на ковриках Мало кто катается И они всегда свободны Берем коврик И вперед Горка получает 6 седых волос Из 10 Дальше розовая горка С прыжком Весьма интересная И быстрая Получает 8 седых волос Из 10 И последняя горка Для нескольких человек Нужна огромная плюшка И 3 человека минимум Если вас двое То вам найдут компаньона Из очереди Или попросят прокатиться Какого-нибудь ребенка Потому что они всегда за Горка очень пассивная На лайте Вы спокойненько Спуститесь Получает 2 седых волоска Из 10 По итогу В принципе Все весело Аквапарк порадовал Хорошо проведете время Обязательно сходите Это вас взбодрит Чтобы попасть в тренажерный зал Вам нужно при выходе Из центрального здания Повернуть направо И придерживаться указателей Соответственно Если вы смотрите на сцену То это будет слева Спортивный зал Бесплатный Тренажеры весьма специфические Скорее всего Подобранное таким образом Чтобы никто из туристов Не смог себя покалечить Или травмироваться И вес подойдет Для подростков И новичков А также женщин И людей небольшого роста Я сразу поставил Максимальный вес И без проблем Сделал 3 подхода По 12 раз На тренажерах На некоторых Вес нельзя регулировать Так как отсутствовал регулятор В принципе Лучше чем ничего Но меня этот момент Подрастроил 4 тренажера Для рук Плеч Спины Трицепсы груди Очень удивила механика Делать упражнения Неудобно Очень замудренно Изгодного Две беговые дорожки Одна из которых работает Вторая на ремонте По сути это плохо Так как если Из всего огромного отеля Будет ходить 5 человек Которые будут бегать То получится огромная пробка И вы не сможете нормально Выстроить тренировку Эллипсоиды были отключены Бегать на них можно без электричества Но мне после моего домашнего Эллипса Бегать неудобно У одного из велосипедов Была сломана сидушка Напополам Также были гантели Но в парах Некоторые отсутствовали Удивило Что не было Обычного турника И самого классического Тренажера Чтобы сверху Тягать вес В общем Тренажерный зал Для галочки Весы в комплекте А также один раз Не работал кондиционер Когда мы пришли На тренировку И была жуткая духота В этом же здании С тренажерным залом Есть комплекс спа Это платно Итак Подведем итог Плюсы Большое здание Самого отеля С разными развлечениями По самому отелю И номеру Все классно Различный выбор Блюд С разными ресторанами Множество баров Где можно перекусить И посидеть Хорошая анимация Как для детей Так и для взрослых Неплохой аквапарк Пляж нормальный Море чистое Очень хорошо Можно поплавать С масками Много рыбок Места на лежаках Всегда были Большая территория По которой можно Безопасно погулять Повторюсь Это не Греция И не Турция Просто так За территорией отеля Не погуляете Во-первых Жара Во-вторых Местные жители Поэтому любителям погулять Большая территория отеля Очень пригодится И понравится Рядом расположен Сензэмолл С большим супермаркетом И аптекой С фиксированными Нормальными ценами Если на экскурсиях Вас возят В непонятные магазины Со скидками То здесь Цены будут В 2-3 раза меньше На аптечных продуктах Будет выбита цена Прямо на пачках Поэтому не спешите Закупаться На экскурсиях Сходите в Сензэмолл И попробуйте Местные вкусняшки Обратите внимание На халву Финики И фрукты В моле Есть вайкики И другие магазины Цены немного дороже Чем в Турции Если вы едете Отдохнуть в Египет Первый раз Или просто отдохнуть Вы будете довольны Здесь есть все Что нужно Мясоеды И веганы Будут довольны Мяса здесь Много И всякого Бассейны большие Территория Огромная Зеленая Можно снять Или обменять деньги Прямо в отеле Через банкомат Как это сделать? Нужно выбрать Английский язык Дальше Cartless Сервис Операции без карты Обмен зарубежной валюты Он попросит номер телефона Пин-коды не присылает Так что можно не париться Вставляете наличку И постарайтесь это сделать Кратно пяти фунтам Так как он округляет В меньшую сторону Кратно пяти И остальное заберет Как комиссию И ждете Когда прилетите в аэропорт Лучше купить симку Оператора берите Vodafone Или Orange Мы взяли Orange Все работало 18 гигабайт За 9 долларов Хватило И еще осталось Минусы Платный Wi-Fi Причем стоит дорого Проще симку купить Нас заселили Вместо купленного Делюкса В стандарт И не предупредили О том Что нас заселяют В стандарт Вместо Делюкса Самое главное Если вы невнимательны И не знаете Как выглядит Делюкс А как стандарт То вам и не предложат Оплаченный Делюкс Так и пробудите В стандарте Два дня Нам не меняли номер Говоря Что все занято Хоть нам и дали Два бонуса Ценой 4 долларов Но это никак не может быть Разницей Между стандартом И Делюксом Разницу в цене Еда все-таки Может надоесть День на седьмой Повара могут быть Хорошими Как на пицце Где человек Всегда улыбается И вроде все хорошо А могут быть Ворчливыми И предвзятыми То ли ты ему Лишний доллар должен То ли в душе Он тебя просто ненавидит Пытаются шутить Глупыми шутками За сто Которые вызывают Испанский стыд Блаженный у бара Который принимает заявки На посещение ресторана Вызывает только Отвращение Своими ответами Можно предположить Что его поставили Специально Чтобы он Отпугивал людей Хотя в самом ресторане Все было нормально В общем Персонал То ли уставший То ли не в настроении Скорее всего Ждут чаевых Так как за доллар Они тебя будут Облизывать С ног до головы Делая вид Что больше не существует Других посетителей Тренажерный зал Для галочки Кто периодически Ходит в тренажерку На родине Вам тут делать Будет нечего Из нормального Только и то Одна беговая дорожка Из минусов Также можно отнести Отдыхающих Которые в мокрых Плавательных костюмах Садятся на кресла В ресторанах И лобби Да Можно сказать Что это везде Хватает И это не минус отеля Но это случается Периодически И я не видел Чтобы за этим следили Пускали всех Поэтому это Минус Отеля Стул постоянно проверяешь Чтобы потом Не ходить в мокрых штанах При выезде Из отеля На информационной доске Не совсем четкая информация Вам напишут Что вы должны Поставить багаж За дверь В определенное время Однако Никто за ним Не приедет И мы бы так и прождали Оказывается Нужно было заказывать человека Чтобы он перевез чемоданы Хорошо, что можно позвонить на ресепшн И уточнить этот вопрос Номера при выезде будут проверять Поэтому за 30 минут Вы должны сдать номер Если не сдадите Вас не выпустят с отеля Наш автобус задержали Вместе со всеми пассажирами Обзор на отель получился большим Постарался передать все нюансы Надеюсь, вам понравилось Отель Рекомендую к посещению Так как он заслуживает Вашего внимания Кому понравилось Ставьте лайки А наши приключения в Египте Не заканчиваются Впереди пирамиды И другие истории Обязательно подписывайтесь Чтобы не пропустить На этом все Пока-пока